Здравствуйте, друзья! Приглашаем вас в Атлантик Сити, который состоялся полтора месяца назад, а точнее Айзек Челембо. Бой за званием чемпиона мира в версии WBA. Очередная защита российского аксера полутяжелого веса, чемпиона мира Дмитрия Бивола. Очень интересным, непростым. А второй бой это Сергей Ковалев против соперника, который старше на 33 боя уже этого, в общем-то, довольно известного и непростого. Две ничьи их. Причем из шести поражений лишь одно досрочное. Он потерпел. А так в остальных поединках Челембо ни разу не был нокаутирован. Причем встречался и многим другим, но при этом проигрывал, вы знаете, как говорится, на тоненького. Даже Сергей Ковалев, даже с кемпиона, долго помучится. Мы помним этот бой, который состоялся в Екатеринбурге. Ну, а предыдущие защиты его были довольно простые. Хотя, с сопротивлением. Но, тем не менее, ввел из 12, вернее, из 11, которые считались, отдали его сопернику во всех остальных. И уже чемпион мира. При этом он какое-то время был временным чемпионом мира, заварован за ценным обладателем пояса WD. Но, тем не менее, попасть в него очень сложно. Он великолепен приемной защитой. Вот вы убедитесь по поводу сегодняшнего боя. Хотя, Дмитрий сразу по поводу пилот. Как и во всех предыдущих его боях. Советного чемпиона в этой дивизионе, то, на мой взгляд, Дмитрий самый вероятный претендент. Ну, вот. И если состоится потом... А пока давайте все-таки внимательно посмотрим на этот бой, в котором Дмитрий Бивол одержал... Заканчивается второй раунд. Дмитрий по-прежнему в атаке. Победить досрочно, в общем-то, практически никому не удавалось. Кроме единственного поражения... Прилучников один из лучших какменов в современности. Дмитрий Бивола. Момент, когда Дмитрий вдруг... И это многие посчитали. Вот найти вперед, дать вымахаться, что ли, как говорят боксеры. А потом, в поздних раундах, уже снова Бивола контролирует и ведет своего подопечного. Великолепный тандем. Наставник и он им давно работают вместе. Еще в любителях. И вот сейчас профессионалы. Тренеров из США. Но в последнее время... Сколько тренеров он уже сменил. Мы знаем, что Абель Санчес... В общем-то, того на реноме, которое было выдано. Поэтому работать с тренером, который тебе прекрасно... Тогда может быть специальный тренер по физической подготовке. Вот такого супернаставника. А в плане Дмитрия были очень быстрыми, если сказать, скоротечными. Я получил ее, конечно, техническим нокаутом. Опыт, который необходим. Ведь его сегодняшний соперник начал свою профессиональную карьеру. В 2003 уже чемпион. А Айзек Челембо в его пояс. До этого все попытки были честным ударом справа по цели. Но Дмитрия тоже прекрасно видит. Чувствительный. И не поддаются на эти уловки. Хороший джеб. Один из плюсов нашего чемпиона. Это великолепная работа. Где он, в общем-то, и будет первым номером. В нашей сборной. Тактика нашего угла. Понятно. Никуда не спешит. Лошади. Убедительно. Вообще зрителям Атлантик. Снова небольшая пауза. Опередить своей атакой нашего боксера. Боксер Дмитрий Набилов. Великолепный джеб. И здорово на ногах. Да. Вот пытался сейчас соперник опередить нашего боксера. Но шаг влево. И вся эта попытка ушла в угол. Пытается атаковать. Челембо. Но вы видите, да? По цели. Может быть, оно так и было. Но то, как он сейчас распределяет силы, каждый раз попытки Челембо чуть-чуть взвинтить, устраивает абсолютно нашего боксера. Поскольку раунд за раундом, именно вот в таком темпе он выигрывает. Посмотрите. Под конец раунда Дмитрий взрывается. И все это четко продумано, да? Нашим боксерам. Закончили он был. Вы узнали. Рой Джонс. И оттуда удар в голову. Очень эффектный. И главное, точный. Можно сейчас точно сказать. С определенной уверенностью. В ринге, как правило, объединительный бой. И все шло к тому, что... Постоянный контроль, хорошее движение. Ну вот, я повторяю это раз за разом. Но это действительно происходит. Дидесятый раунд подходит к концу. Рой Джонс. Рой Джонс. Выиграть. На этот раз инициативу загнать. Все эти вот джебы. Дидесятый раунд. Дидесятый раунд. Почанов требовал хороший двойной джеб. И потом удар сильнейший правый. Плохо. Сейчас с уклоном. Бивал, бивал. Вы слышите, скандируют. Такое впечатление, что Челемба со стороны Южноафриканца. Хорошо. Левым боковым. Левым боковым. Айчидной хороший контроль дистанции в исполнении бивола. Ну вот, джеб, под конец. Все-таки. Челемби. Бой окончен. В поединках, когда резюмируют, говорят, что один из на классе сегодня. Это можно сказать со стопроцентной уверенностью. Сегодня бивал уже в Лондоне. Он приехал сюда, чтобы... С прайсом. Ну и, конечно же, поболеть за своего одноклубника. Сейчас объявит нам счет. Очередная удачная защита Дмитрия Бивола. Бивола! Продолжение следует...